Здравствуйте! Сегодня я вас хочу познакомить с содержимой сокровищницы марксистской политической мысли со всякими понятиями капитализм, социализм, всякие другие измы, феодализм. Ну, вот когда я сказал сокровищница мысли, я вот, видите, вы заметили, кавычек не особенно поставил. Не поставил кавычек, то есть без кавычек сказал. Это не значит, что я вот прям такой вот коммунист. Нет. Но, тем не менее, марксизм это одно из важных изобретений человечества. Марксизм это не вот, значит, учение о том, что надо все отнять и поделить, как некоторые это воспринимают. Это политологическое, социологическое учение, которое пытается объяснить историю, как некий процесс развития производительных сил и производственных отношений. Вот как называется. Кстати говоря, очень интересная концепция. И во многих отношениях те термины, которые широко использовались в этом вот самом марксизме, они до сих пор живы. И до сих пор вот эксплуатируются. Именно в том же самом смысле. Используются в смысле эксплуатируются, в смысле используются. Сейчас я вам расскажу, в чем дело, чтобы вы знали. Я думаю, что, да, кстати, сейчас в современных курсах философии, политологии, политэкономии, социологии обязательно кусочек из марксизма нам излагают. Не как вот некий пропагандистский элемент, или как вот «поглядите, как это было безобразно». Нет, просто как очередной шаг. Ведь наука – это процесс постепенного, поэтапного постижения мысли. И вот это один из шагов, очень важный, кстати, шаг. Значит, что же придумал Карл Маркс? Или, может быть, Карл Маркс и Фридрих Энгельс? Придумали они следующую вещь. Вот, говорит, общество наше почему развивается? Потому что меняются производительные силы. А вместе с ними, подтягиваясь до их уровня, меняются производственные отношения. Вот, смотрите. Ну вот, производственные отношения в какой-нибудь захолустной рабовладельческой стране, античной. Рабы занимаются тяжёлым подневольным трудом на полях. Сельскохозяйственный труд такой вот рабский. Хозяин этой земли, на которой они работают, воды, которой они поливают эти поля, и самих рабов. Он получает от этого прибыль. Значит, как выглядят производственные силы? Да, ну вот эти вот неграмотные, необученные рабы, которые занимаются очень примитивным трудом, да, вот тяпкой тяпают, да, что-то ещё делают. Ну, труд очень примитивный. Крутят колесо, воду поднимают из источника на полив, да, значит, льют его вот в этот вот выросительный каналчик такой, канава, да. Арык ещё и называют его иногда у нас на Востоке Советского Союза, так называли. Вот, вот и всё. А представьте себе себе такие же отношения, да, рабы неграмотные, работают на станках с программным управлением, пишут программы, всякие там, запускают спутники связи, ну, не вяжутся, ну, совершенно, да, ну, никак. Вот эти вот рабовладельческий строй, где вот эти вот неграмотные, необученные рабы, он должен чем-то замениться, на что-то заменить. Может быть, на, так сказать, некое такое оплачиваемое рабство, да, как говорили иногда, да, вот так называют капитализм, да, что вот человек нанимается на работу, он продаёт себя, да. Но это уже другой уровень продажи, это не рабство, с кнутом уже не ходят, ходят с книжкой надсмотрщик и отмечают, значит, а вот пошёл курить, вот тебе минус, штрафные баллы, меньше зарплаты получишь. Так делалось, скажем, в 19 веке на наших российских заводах, да, вот такие карточки были, штрафы называлось. Ну, да ладно, вот такая вот идея, действительно, концепция правильная, правда, с этим не поспоришь. Развиваются производительные силы, меняется техника, должны меняться производственные отношения, так всегда было. Вроде так общая тенденция улавливается. Теперь насчёт всех этих вот производственных отношений, как он рисовал себе. Ну, нарисована была такая концепция, структура, очень простая и упрощённая. Значит, сначала собственнику, вот тому вот эксплуататору, а он всегда делил на эксплуататоров, эксплуатируемых, да. Правильно это или неправильно, ну, вопрос сложный. Хотя, конечно, не назвать рабовладельца эксплуататором, а раба эксплуатируемый, ну, просто кощунственно. И они действительно, это эксплуататоры, эксплуатируемые. Причём в самой жёсткой, такой вот безобразной форме. С чем, конечно, вот, ну, так сказать, начали бороться все прогрессивные умы, начиная вот с появления, так сказать, христианства, мировых религий. Борьба с рабством началась с тех пор, с рабовладением, потому что это отказывались принимать как вот нечто достойное, да. Кстати говоря, в борьбу с рабовладением в США вели тоже христианские такие вот ортодоксы, консерваторы, таким с христианским уклоном. Они тоже были противниками рабовладения. Они считали, что все люди равны, вот перед Богом, да, не должно быть рабов. Вот так считали вот эти вот ортодоксы христианские, американские. Они и провели через Конгресс в своё время поправку Конституции, отменяющую рабство на территории США. Ну, это ладно, это в скобках, как говорится. Это примечание, вот, да, книжка примечания пишется. Вот, а тут вот такие примечания приходится немножко чуть-чуть понижением голоса выделять. Так, ну так ладно. А дальше он рассуждает так. Вот тут всё принадлежит хозяину, включая работника. Удаляем работника из рабского состояния. Он становится зависимым. Вот так вот говорил Карл Маркс. Не рабом, вот, которым вот совсем бесправны, а зависимым. То есть, это он рассказывал нам про европейское средневековье после гибели Римской империи, когда крестьянин был зависим от своего покровителя, феодала, да. Он его покровительствовал, да, вот на этой земле. А тот ему должен был за это давать долю своего, значит, урожая. Со временем закабаление более конкретизировалось, там, например, должен был работать на земле, принадлежащей феодалу, собирать для него там урожай, давать ему часть своего урожая. Это как это называется? Оброк и барщина, да, знаете, такие вот слова в русском обороте, в нашем русском феодализме так это было. Вот это вот он называл феодальный строй. А потом, говорит он, в недрах феодализма, вдохновенно говорил бородатый Карл Маркс, в недрах феодализма зарождается новый уклад, капитализм. А этот капитализм, он зародился в недрах феодализма. Появляются, значит, некие новые производственные отношения, это в городах. Значит, там техника потихонечку-потихонечку, помаленечку-полигонечку развивается, развивается, набирает обороты. И, более того, новые отношения. То есть, капиталист вкладывает капитал в бизнес, нанимает работников, работники работают и производят некий продукт. Более того, кстати говоря, в средневековом городе, там тоже ведь работники работали, но отношения были другими. Это большая очень специфика. Вот нам отношения на селе феодальные, они понятны, мы знаем про крепостное право. Ну, кто знает, тот знает, да, по книжкам, по учебникам. А вот феодальный средневековый европейский город, там человек тоже был зависим, но зависим по-другому. Он зависим был от своего сообщества, да. Скажем, сообщества ткачей, цех ткачей. Вот если вас не приняли в цех ткачей, а вы не ткач, вы не можете ткать. К вам придут, разломают ваш штанок, почему ты ткешь, да? Вот есть, например, сообщество ювелиров. Они занимаются производством ювелирных изделий. А есть сообщество часовщиков. А ведь часовщики-то, они ведь тоже могут делать ювелирные изделия. Вы про часы в золотом корпусе слышали? А ведь там можно всякие украшения сделать. И поэтому, например, французские ювелиры провели такой закон через короля, что часовщики обязаны были работать открыто. То есть вот сидит часовщик перед витриной, любой человек с улицы может подойти и убедиться, что он там делает, часы или ювелирные украшения. Вот. То есть это вот так, четко вот так вот было разделено. Нельзя было делать. Это еще 18 век, представляете? Это Бомарше. Фамилия настоящая была, так сказать, Корон, но и Бомарше настоящая, но по жене. Он женился на дворянке и взял ее фамилию. Де Бомарше. А так вот он был часовщиком, работал в такой вот витринке, чтобы с улицы все видели, что он, значит, не делает ювелирных украшений. Часы делает только. Вот. Какие были дела тогда. Это, естественно, раздражало горожан тоже. Потому что, ну, это не капитализм какой-то, черти что. А вот так вот в недрах все-таки вот как-то вот зародился капитализм, сказал Карл Маркс. И начался настоящий капитализм. Предприниматель создает фабрику с массой ткацких станков или каких-нибудь еще станков, нанимает людей с улицы, мало им платят, они на него работают, и все. Вот это вот капитализм. Вот. Ну, а потом он делал дальше прогноз насчет социализма, но об этом потом. Ну, так вот, чем хороша и чем плоха такая схема? Ну, схема вообще очень условная. Сами понимаете, что никогда вот таких вот переходов, таких ступенек-то, в общем-то, четко во всех местах мира не проследить. У каждого общества есть своя специфика. Это взято какие-то вот общества, типа, я не знаю, развитые феодальные общества, типа во Франции или в Центральной Германии, может. быть. Вот. Вот на чем базировался Карл Маркс. Северная Италия, может быть. Вот эти те места. И все. Вот это его. Его интерпретация, да, Карл Маркс. Вот такой он, что почка выстрелов. Конечно, со временем, когда он стал весьма взрослым, он стал лучше разбираться в вопросах истории Европы, и у него появилась еще масса вот таких вот подразделений, делений. Это он называл экономическими формациями. Вот рабовладение, экономическая формация, феодализм, экономическая формация, капитализм, экономическая формация. Так это называлось, экономическая формация. Вот она, теория экономических формаций, или укладов, экономических укладов, вот так ещё у нас называют, немножко на русский язык, уклад. А у него много всяких новых появилось терминов. Ну, например, оказалось, что вообще говоря, в Германии долгое время был совсем другой строй, чем он мог предположить. Не было там рабовладения. Там был, он так называл, германский строй, германское общество. Вот то рабовладение, которое он называл, он конкретизировал, стал называть более конкретно. Он стал его называть античным рабством, античным рабовладением. Это он в старости стал так называть. Это вот то вот такое бессовестное рабовладение, которое было в Древней Греции, пусть простят меня современные греки, и в Древнем Риме. Вот такое вот бессовестное рабовладение было. А в Германии, собственно, такого рабовладения-то и не было. Ну да, были люди зависимые, но была сельскохозяйственная община, которая нормально функционировала. Это только потом, когда начались непорядки после гибели Римской империи, им потребовался покровитель, они под него рук-то и пошли, и въехали в феодализм, стали его, значит, крестьянами, ему принадлежащими, как бы, как бы он их покровитель, да, вот, как получилось, да, они его клиенты, а он им покровительствует. Вот что было-то, он уточнил. И ещё он уточнение сделал. Оказывается, рабовладение-то оно вот такого классического-то было, вот, не везде, античное рабовладение. Ну, вот, может быть, Библию читали, там ведь тоже толкуют о рабах, да, более или менее описано там соотношение между хозяевами и рабами, вот, в библейских текстах. Ну, да, раб, конечно, это не полноправный член семьи какого-нибудь, так сказать, библейского патриарха, да, но он тоже, он человек всё равно, он не говорящий орудие, как вот было в Древнем Риме или в Греции, да, он там не считался человеком в Древнем Риме или Греции. Есть такая книжка замечательная, жизнеописание философов, греческих и римских, написал её Диоген, но не тот, который вот в бочке жил, того звали Диоген, так сказать, Синопский, он был из Синопа, а это Диоген Лаэртский или Лаэрций, из города Лаэрта он был, да, вот, то есть, тех времён ещё автор. Так вот, там вот в этом толстенной книжке жизнеописания, в некоторых философах там вообще, ну, два-три абзаца есть, но есть. И вот там буквально из всех этих философов буквально два или три выделяются на общем фоне тем, что они считали, что рабы – это люди, представляете? И вот за эту вот оригинальную свою мысль они в это жизнеописание попали. Рабы – это люди, говорит, мобильный телефон должен иметь два выходных дня, чудак, да, восьмичасовой рабочий день у мобильного телефона. Хочешь круглые сутки, говорит, покупай три, да, да ещё выходные там, ну, нет, вот так это воспринималось, то есть, рабы за людей не считались тогда. Это вот страшно и ужасно. А вот в том обществе, вот в библейском обществе, ну, да, раб – это, конечно, неполноценный человек, но он человек. Между ним и вышестоящим есть разница, но он человек. А где, простите, в обществе нет разницы, я вас умоляю, везде есть. И ещё выделил Карл Маркс один способ производства, назывался он азиатский, он так его назвал, способ производства. Но вот именно за это наши, вот именно за это азиатский способ производства, забегая вперёд, вам скажу, наши советские теоретики, так сказать, марксисты, и не любили вот этого вот поздней разработки Маркса. Они вообще даже рассказывали нам, детям, слушателям, что это Маркс придумал по молодости. Я так долгое время думал, что он придумал действительно по молодости, а он на самом деле придумал это в старости, до него дошло. Это очень важно, до него дошло. Так вот, азиатский способ производства, очень замечательный способ производства. Он, место его существования – Древняя Египта. Собственно говоря, как теперь это подтвердилось, как подтвердилась гениальная догадка Карла Маркса, да, после того, как учёные, так сказать, египтологи, в основном французы, ввели в научный оборот огромное количество текстов, переведённых, значит, с древнего вот этого языка иероглифов египетских, оказалось, что, собственно говоря, такого рабства, как и в Греции, там не было. То есть, там нельзя было пойти на базар и купить человека, или пойти продать человека. Там было что-то такое, вот есть крестьянин, да, и он, значит, из своих религиозных побуждений, чувств, когда у него тут сухой период года, когда в полях у него ничего нет, ещё нет разлива Нилы, потому что он идёт работать, чтобы время не терять, идёт работать, таскать камни для строительства пирамид для фараона. Фараон – это он бог, то есть, из религиозных соображений. То есть, существует некая такая структура, похожая на наши колхозы, да. Вот община работает она, над этой общиной начальник, который собирает с них необходимый урожай, отправляет его дальше, выше, да. Вот это вот распределение продукта, произведённого на тот, который остается на нижнем уровне, крестьянин, вот, так сказать, филлах, наверное, его можно так на современный египетский манер назвать, да, в силу того, что я не знаю, как это по-древнеегипетски звучало, говорят, и никто не знает. Вот, так сказать, филлаху какая-то доля достаётся простому крестьянину, что-то идёт на районный уровень, на уровень нома, что-то в общегосударственную казну. И вот, как оказалось, почему нам это особенно не нравилось, нам, это нашим марксистским пропагандистам, пропагандистам марксизма, что-то оказалось, структура распределения примерно такая же, как у нас в колхозе. Сколько колхознику достаётся, сколько на районный уровень уходит, сколько в распоряжение государства, а там фараона, да, вот примерно те же самые пропорции были. То есть, оказывается, у нас-то существовал при социализме этот строй, колхозный строй, это, собственно говоря, то же самое, что называлось азиатский способ производства. Ну, он ещё там называл места, где такой азиатский способ производства доминировал, типа междуречия Тигра и Фрата, да, это современный Ирак, там, где Вавилон, где-то там в Индии, где-то там в Китае, но там это где-то так всё без особенного анализа, а тогда вот это вот всё, такой европейский контекст, вот эта вот история все про Египет и Вавилон были весьма вовлечены. И что в Египте, что в Вавилоне, в Вавилонии была общая такая народная, общегосударственная проблема, я бы даже сказал, общегосударственная задача. Нужно было в Египте раз в год всем навалиться и аккуратно построить, очистить, подновить, значит, растительные каналы, чтобы принять вовремя разлив Нилы и распределить его по полям. Это очень важный был такой вот момент, запасти где-то в воду водохранилищик на какое-то время, вот, а вода по полям приняли, значит, ил плодородный там, это очень важно было. А в Междуречиях Тигра и Ефрата там другая забота, там как осушать. Там надо постоянно подновлять вот эти вот осушительные каналы, да, каналы, которые осушают это болотчатые Междуречия. И там, и там эта территория, которая так вот без такого вот вложения массового вложения труда, вот в эту вот коллективную систему жизнеобеспечения, да, без этого эта система просто не будет работать. Будешь в одиночку осушительный канал строить, да что, задушит тебя это болото. Будешь в одиночку орошаться, ну, и сколько ты там на берегу, там где-то оросишься, если тебя не смоют следующим наводнением, следующим половодием нильским. Ну и всё. Нужна была коллективная система жизнеобеспечения. А теперь давайте вот к нам в социализм советский войдём, да. Россия, необъятная страна, простирается далеко за полярный круг. Без коллективной системы жизнеобеспечения нам прожить очень тяжело. Вообще элементов у этой системы жизнеобеспечения очень много. Значит, ну, во-первых, железные дороги, да. Как написано было раньше на стене операционного зала главтелеграфа в Москве, социализм без железных дорог и телеграфа – это пустейшая фраза. Но, честно сказать, и вот Россия, Российская империя, Советский Союз без железных дорог, которые в единое целое, в единый хозяйственный организм, как сказали бы, да, объединяли всю страну, было бы невозможно. Хотя это были такие вещи убыточные, столь же убыточные, как и пирамиды, но они вообще какую-то пользу приносили, связывали вместе. Пирамиды – это вот просто наследие египетское. Ну, а растительные каналы, да, они, значит, создали полудородную вот эту вот долину Нила. Ещё одна проблема. У нас ещё проблема с отоплением зимой. Если к отопительному сезону зимнего не подготовиться, не заготовить топливо, то всё, привет, зимой замёрзнем. Как будем топиться? Нужен подвоз к городам топлива. Вот в современном мире это значит, нужно добывать газ, нужно поставлять его в города, на электростанции, обеспечивать всех теплом, светом. А у нас ещё зимой и солнца мало. И днём-то мы обычно с огнём работаем, если в помещении. А чё там? Ну, солнца-то зимой вот в Москве месяцами не бывает. Вот так вот. О, хорошо, морозный день, на улице солнышко, ура! Да, и солнышко зашло уже, всё, кончилось, ура. Вот, а так днём с огнём часто работаем, да. И в учебной аудитории. Ну, темновато, давайте, ребят, включим. А то доску, на доске плохо видно, что я пишу из задних рядов. Обычное дело. Без электроэнергии никуда. Без освещения. То есть, вот это вот общественная такая вот коллективная система, вот эта, обеспечивающая жизнь, в России работает, да. Вот, дескать, это западные, так сказать, марксисты, или западные псевдомарксисты, как у нас их, наверное, называли, или неомарксисты. Вот, дескать, почему у вас в стране и есть социализм. Это, на самом деле, азиатский способ производства. Вот. Ну, теперь-то мы это знаем после гибели советской власти, что, вот, оказывается, Карл Маркс-то наш способ производства описал и назвал его, вот, значит, азиатским. А мы его называли социализмом, да. Измы всякие, всякого рода. Капитализм, феодализм, социализм. Ну, нас, честно говоря, сейчас феодализм мало интересует. Хотя, хотя, как у нас написано, общество, стоящее ещё на стадии, так сказать, феодальных отношений на Белом Свете существует. Да, есть такие места. Пожалуйста. А вот тот же самый Афганистан возьмите, да. На селе, ну, почему у Афганистана? Ну, потому что там вот была у Афганской войны, наши ветераны там есть Афганской войны. Вот. Среди нас живут с нами вместе, дружат с нами. Вот. Ну, вот поэтому мы про них и вспомнили. Есть отсталые страны, около пустынного такого вот места рядом с Сахарой в Африке, да. Там тоже такое вот полуфеодальное отношение между людьми, да. Гоняет человек скот, значит, ну, он должен кому-то вот отбашлить, да, как мы сейчас говорим. Значит, отстегнуть вот покровителя, чтобы не мешал ему гонять скот тут по этим бедным пастбищам. Ну, есть какие-то такие элементы. Но нас, конечно, больше интересует капитализм и социализм. В чём тут разница? И вот, в принципе говоря, в нашей стране ведь когда-то, как мы называли, мы, это наше поколение, мы называли следом Забрежневым Леонида Ильичом, у нас существует реальный социализм. Страна реального социализма, так мы называли. Ну, чтобы отличать от того социализма, который, ну, придумали, в своих книжках описывали, Маркс и Энгельс и Ленин, да. Вот. О чём речь там шла, в этом вот нереальном социализме? Там вообще не прорабатывались детали социалистического строительства, как всё это будет выглядеть. Там полагали так. Очень-очень просто было. Вот есть капитализм. Он себя постепенно изживает. Яркий пример тому – это наличие кризисов перепроизводства. Капитализм так много производит товара, что он остаётся лишним, нереализованным. Реализовать его некуда. Этот лишний товар, лишнее произведённое материальное благо, так или иначе уничтожаются, да. При всём этом, в процессе этого уничтожения, работать-то не надо, работы нет для людей. Люди не работают, им, соответственно, не платится зарплата, да. И вот получается вот такая вот печальная картина. Кризис, да. Самое страшное, жёсткое явление при капитализме. Кризис перепроизводства. Ничего не поделаешь. Как-то это надо устранить, кризис. Да можно, конечно, легко, говорит, Кирилл Маркс. Давайте поменьше работать. Работать так, аккуратно столько, сколько нам надо потреблять. Ну, или потреблять побольше, да. Мы можем либо больше потреблять, если будем столько же работать, либо меньше работать, если будем столько же потреблять. Чтобы выйти из этого тупика, достаточно сделать следующее. Достаточно организовать распределительную систему, да. То есть система, которая на уровне общества будет каким-то образом в научном подходе определять, сколько нужно того или иного товара произвести, чтобы удовлетворить все потребности. Идея такая. В принципе говоря, вот на таком уровне изложения такая идея и реализовывалась, в общем-то, в Советском Союзе. Правда, реализация этой идеи, это мы всегда говорили. Почему так плохо мы, почему колбасы нет, да, всегдашняя проблема. А почему вот нельзя там сапоги жене купить, да. Вот, эта проблема у нас объясняли так. Вот видите, в силу того, что у нас сейчас холодная война идет, мы все время должны вот участвовать в этом вот противостоянии, во взаимном устрашении с блоком НАТО. И поэтому у нас огромные расходы на оборону. А эти расходы не производственные. Все, что мы там создаем, это как пирамида в древнем Египте. Она ничего нам не приносит, кроме металлома через несколько десятков лет, да. Вот потом еще переработать. Хорошо, если металлом легко разрезать его будет бензиновой горелкой и отправить на переплавку, как танк, да. А если это взрывоопасный металлом, снаряды какие-нибудь. Еще хуже. Ну, вот так вот нам вот это вот... Да, действительно, так оно и было, да. Да, действительно. Ну, вот распределять особенно было нечего. Работать мы намного меньше не стали. Но производительность труда выросла. А потребление, как говорят, по сравнению с потреблением, которое у нас было во времена... В 1913 году, самый спешный год Российской империи, не так уж сильно и выросло. Хотя это очень сложно сравнить. Ну, а как вот сравнивать? Потому что номенклатура потребляемых товаров за это время радикальным образом изменилась. Из того, что было тогда, ну, только обувь, одежда. И кое-какая еда остались с нами вот потребляемыми. А все остальное стало другим. И очень много новых названий появилось. Пропали, почти пропали керосиновые лампы. Зато появилось электричество, телевидение, радио, автомобили, велосипеды. В огромных количествах. Конечно, так. Ругать не надо было особенно социализм. Мы жили все-таки лучше, чем в 1913 году материально, в значительной степени. То есть возможности было, тем не менее, все-таки больше. Я иногда ругаю социализм. Но все-таки это был следующий шаг по сравнению с тем, что было у нас в экономике до революции. Следующий шаг. Для работника, для потребителя это был следующий шаг. По крайней мере в городах. Я, городской житель, говорю только за город. Про село не могу вам сказать. Ничего не хорошего, не плохого. Так. Вот эти вот измы наши. И вы знаете, как получилось? Долгое время значительная часть лучших, так сказать, продвинутых революционных сил в мире была очарована вот этими попытками построения социализма. Борьбы с капитализмом. Тем более, особенно, знаете, где это популярно было? В Латинской Америке. Ведь Латинская Америка пыталась построить капитализм, начиная с времен Симона Боливара, а у нее никак не получалось. Все равно оставались бедные, отсталые страны, да, относительно Северной Америки, относительно Европы. Хотя живут такие же люди, такие же католики, как в Италии, Испании или Франции, а живут хуже. И говорят они на испанском языке Латинская Америка, да, на вот языке латинской вот этой вот группы, романской группы, так это называется. Основой которых был когда-то ныне мертвый латинский язык. И все. Вот не получается у них ничего. Ну так давайте строить тогда социализм. Он, правда, и социализм как-то вот трудно сказать. В масштабах всей Латинской Америки никто не пытался строить, только на Кубе. Ну Куба маленькая страна, особенная страна. Единственное социалистическое государство в западном полушарии, так мы его позиционировали. Поэтому всем миром нашим социалистическим поддерживали. Но, что получилось? Получилось в 20 веке, что весь мир разделился на капиталистические и социалистические. Понимаете в чем дело? На самом деле, можно так теоретически все это разговаривать. Вот какая была задача там социализма, и вот какие его недостатки. Ну все правильно, да. А кто без недостатков, простите? Кто совершенен? Никто не совершенен. Дело не в этом. Я хочу ваше обратить внимание на одну маленькую деталь. Сформировалось, ну к 60-м годам, во всяком случае, то, что мы долгое время называли социалистическое содружество. Это страны Восточной Европы. Значит, часть Германии, Чехословакия. Один из самых развитых в промышленном отношении регионов Австро-Венгрии когда-то это был. Это, так сказать, промышленная столица территории, оккупированных Гитлером когда-то. Значительную роль промышленность Чехословакии играла в поставках для гитлеровской армии. Оккупированная Чехословакия, конечно, была. А куда же ты под оккупацией пойдешь? Только вот на завод работать. Делать оружие для Гитлера. Вот. Вот центр такой был производства. Он был в социалистическом лагере. По всей нашей стране на электрической тяге дороги, где были пассажирские поезда, водили чехословакские электровозы. А маневровые тепловозы тоже все были тогда чехословакские у нас. Да. Это могучая была страна в экономическом отношении. Какое-то время побыл в нашем соцсодружестве Китай. Китай, где-то уже 600 миллионов тогда было населения. Но как-то он побыл, побыл и отделился. И вот вы знаете, я вам что скажу. В принципе говоря, в СССР тогда уже к 300 миллионам произошла численность населения. Есть такая цифра – полмиллиарда. Вот полмиллиарда человек – это такое эмпирическое число, не цифра, число. Полмиллиарда человек – это население, которое может сформировать самодостаточную в экономическом отношении территорию. Нечто такое, что может себя всем обеспечить. В принципе говоря. Ну, вот мы себя каучуком не могли обеспечить природным, потому что у нас он не рос. Были опыты делать там, так сказать, коксагыс, да, все такое прочее. Ну, в конце концов обошлись импортным каучуком. Потом еще в состав наших замечательных стран социалистических содружеств попали Вьетнам. Там страны Индокитая, там каучук производили. Так все обошлось в конце концов. Вот. Вот какая ситуация. Но дело не в каучуке, а дело в том, что вот это полмиллиарда – это уже достаточно для того, чтобы создать замкнутый рынок. А по мере распада этого рынка, а в Китае уже тогда было 600 миллиардов, они тоже могут создать замкнутый рынок. И вот по мере распада социалистического содружества, которое началось где-то в 89-90-м годах, вот Советский Союз и столкнулся с теми трудностями экономическими, с которыми он столкнулся. Если раньше для нашей продукции заводов был гарантирован сбыт, мы себя худо-бедно, мы и свое население худо-бедно обеспечили промышленными товарами, произведенными вот в социалистических странах. Помню, мы находили в польских костюмах румынская, чехословская обувь была, о, какая обувь была эта. Мне такой не доставался. Да. Румынская мне доставалась обувь, да. Вот. Вот такие вот вещи, да. Были у меня брюки из Северной Кореи. Вот это вот нам все. Зато там, в Германии, Германия, развитая Германия, за счастье было купить наши москвичи или жигули, да. Вот. Вот. Это Германия. За счастье было. Считали, о, большой удачей купить жигули. Был рынок сбыта для наших товаров. А вот когда это разрушилась такая вот система, мы его потеряли. И вот начались наши проблемы. У Китая сам по себе очень большой. Им хватает населения. Обратите внимание, через вот этот вот полумиллиардный рубеж, человечество перешагнуло где-то в начале 19 века, скажем так. В начале 19 века оно перешагнуло через этот рубеж человечества. И вот тут-то оно, в принципе говоря, стало в каком-то смысле самодостаточным. Тогда начал формироваться, помните, я вам рассказывал про глобализацию, глобальный рынок, который сформировался к концу 19 века. Вот оно. Это было конец 19, начало 20 века. Это было время таких светлых ярких ожиданий, да. В конце 19 века писал Жюль Верн. Это такие вот светлые фантастические романы о прекрасном будущем. Как вот хорошо будет жить, как замечательно внедрять достижения техники. Век пары электричества. И дальше будет только поступательное-поступательное развитие. А вот не получилось. Рухнул вот этот вот глобальный рынок с началом Первой мировой войны. И стал он только восстанавливаться уже после того, как в него, в общем-то говоря, влились осколки социалистического содружества. Вот тут-то он стал восстанавливаться. И Китай еще к нему подстыковался, к этому рынку. Вот тут вот появился глобальный рынок, на котором уже 7 миллиардов жителей. Ну, кто говорит, 6,5, некоторые авторы утверждают. Кто говорит, 7 миллиардов. И кто их считал-то? Вернее, кто их нас считал-то? Никто нас не считал особенно. Так, все это оценки на самом деле. Ну, вот большие оценки. Так вот, как только человечество перешагнуло вот этот полумиллиардный рубеж, началось то, что в середине 20 века мы называли страшным словом демографический взрыв. Началось быстрое увеличение численности населения. Да, увеличилась численность населения и развитых стран, но особенно быстро росло население в странах колониальных, слабо развитых. Вот, вы знаете, нехорошо, наверное, говорить, я вообще противник колониализма, я вообще сам, так сказать, вот, житель России. Россия всегда была такой вот коллективной колонией западных держав, так мы себя иногда объясняли в советское время. Вот. Но, тем не менее, пришедшие из метрополии в колонии, а в Россию, значит, из Европы, всякие новые методы, новые лекарства, позволили нам увеличить продолжительность жизни. И тем самым, даже при некотором сокращении рождаемости, стало резко увеличиваться население. Например, Менделеев в конце 19 века оценивал, он строил, значит, экстраполировал в будущее вот это соотношение рождаемости и смертности в России, и он делал вывод, что самым населенным государством конца 20 века будет Россия, будет резко, значительно превышать ее население, будет население Китая, например. Потому что в Китае в то время вот не было такого вот прогресса, да. В России прогресс с внедрением всяких продвинутых технологий, хотел сказать, европейских, но потом передумал, сказал, современные технологии, он начался раньше, чем в Китае. Ну, а когда начался в Китае, там, значит, начался взрывной рост населения. И, как говорят, что где-то полмиллиарда там. Но сами китайцы говорят, нет, там миллиард двести. Ну, некоторые аналитики говорят, а кто считал, наверное, полтора. Ну, сейчас это никак не проверить, боюсь, что и китайское руководство не очень знает, сколько у них, сколько там граждан точно, да. Там есть своя специфика китайской жизни. Вот. Вот. Так я к чему говорю-то? Так вот, начиная с полумиллиарда, когда численность населения перевалила, вот это вот критическое число, начался демографический взрыв. Он закончился тем, что вовлеченные в процесс индустриализации, культурной революции страны, они привели, эта культурная революция привела к освобождению женщины, да, к регулированию рождаемости. И в конце концов, этот демографический взрыв закончился. К концу 20-го века, в начале 21-го, уже констатировали, что вот с траектории такого взрывного роста населения ушло человечество. Ну, вообще, если бы взрывной рост населения продолжался, то к концу 20-го века, а не к первой декаде 21-го, у нас 7 миллионов, миллиардов, а к концу 20-го уже было бы 8 миллиардов. А вот у нас вот так вот компенсируется. Достаточное уже количество населения для того, чтобы наш мир был самообеспечивающим. Но вот Россия без этого соцсодружества, знаете, слово такое «империя», да, нехорошее слово, там, значит, империализм, императоры. Вот иногда называли нас Советской империей, да, но мы не говорили социалистическое содружество, как хотите называть. Вот развалилось это соцсодружество, развалился, следом за ним Советский Союз. Да, большие сложности экономические начались в России, да, которые долго-долго мы преодолевали. И, наконец, вроде бы в начале 2000-х годов мы как-то вот преодолели, встали на путь, может быть, не такого быстрого, как хотелось бы, ну, вот, так сказать, восходящего развития, да. Вот, но главное, что на нем удержаться, но удержаться на нем только, видимо, можно, участвуя в мировом распределении труда, вот в этом вот мировом рынке, да. Нет у нас вот полумиллиарда населения для того, чтобы быть самодостаточным закрытым рынком. Не хотим мы много детей иметь. И, видимо, чистое население будет только сокращаться, только-только сокращаться, уменьшаться. Да, ну, это, конечно, печальная такая очень перспектива, перспектива, не хочется мне о ней под занавес говорить. Печальная такая перспектива, сокращение населения. Все считает, а сколько лет еще просуществует Россия? Вот постепенно ведь Россия, русская культура, она постепенно будет растворяться, если будет меньше и меньше ее носителей, если не будет появляться новых носителей. А сейчас ведь эпоха такая, как называется, мультикультурализм. Сейчас приезжает человек во Францию жить, да, или в Россию. И он продолжает быть человеком своей культуры, той, с которой он приехал. Он не переходит. Это раньше вот приехал русский во Францию, и глядишь уже следующее поколение же французы. Да, наш вот дедушка был из Москвы, да, 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 да. Нет, а мы уже французы. Сейчас такого уже нет, к сожалению. Так что вот если в России русскоязычные размножаться не будут, то потихонечку, потихонечку перестанет существовать вот эта вот цивилизация в таком виде. Ну, может, в другую фазу перейдем. А куда деваться-то? Это жизнь, с этим надо смириться. Ничто не вечно. Ничего, не горюйте. Все хорошо, прекрасно, удивительно. Спасибо вам большое за внимание. Удачи вам, всех благ. До свидания. Пока.